Телекафе Нейл Перри. Свежие и быстрые. Здравствуйте. Сегодня я приготовлю очень простое блюдо из мидии, приправив его потрясающим турецким соусом таратор. Я приготовлю соус с грецкими орехами, но можно использовать и фундук, и кедровые орехи, и миндаль. Похоже на приготовление песта без зелени или сальса верди и других итальянских соусов. Я обжарил грецкие орехи, бросаю их в ступку. Соль, немного измельченного чеснока. Перетираю все в пасту, пестиком в ступке. Можно перетереть все очень мелко, в однородную массу, а можно более грубо, на ваш вкус. Позже я открою мидии, солью жидкость, смешаю с соусом. И получится очень вкусное блюдо. Хорошо. Теперь добавим немного хлебных крошек, немного воды, чтобы увлажнить их. Смешиваем, перетирая их вместе. Вода сделает эту массу более нежной. Я не хочу добавлять много оливкового масла. Иначе соус будет очень жирным и тяжелым. При желании хлебные крошки можно замочить заранее, но это не обязательно. Еще чуть-чуть соли, побольше свежемолотого перца. Я использую белый, но это не принципиально. Просто его не будет видно в соусе, который сохранит этот приятный ореховый оттенок. Добавим лимонный сок. Это все очень просто. Лимонный сок, оливковое масло, соль, перец, хлебные крошки и грецкий орех. Что может быть проще? Можно использовать несколько видов орехов. Еще оливкового масла. Перемешиваем. Похоже на майонез. Понемногу добавляем оливковое масло, чтобы оно как следует смешалось. И соус получился однородным. Я готовлю соус из грецких орехов. Они будут основой его вкуса. Также будет чувствоваться чеснок и легкий аромат оливкового масла и лимонного сока, чтобы подчеркнуть вкус. Соус уже приобретает нужную консистенцию. Хорошо. Отличный. Сбалансированный вкус. Мидии с ним будут потрясающе вкусными. Чтобы приготовить мидии, я их вымыл, очистил от волосков и от песка. Сейчас я быстро приготовлю их. Нужно просто добавить немного воды, чтобы они раскрылись на пару. можно было бы добавить немного вина, но я не хочу смешивать ароматы. Я быстро ополосну, возьму тарелку. Подойдет большое блюдо или миска. Так как жидкости будет немного, можно готовить прямо на блюде. Хорошо, они уже почти готовы. Точнее, даже готовы, как видите. Они раскрылись. И самое главное, не передержать эти прекрасные мидии. Я получил их с самого Идона в Австралии. Я не хочу испортить их. Посмотрите, какие хорошие сочные мидии прямо из кастрюли. Неважно, если попадет немного жидкости. Кстати, я, наверное, добавлю немного, чтобы потом соус лучше перемешался. А теперь в этой миске у меня потрясающий вкус моря. Отличные соленые мидии. Даже если я не использую жидкость здесь, я сохраню ее и использую с другими рыбными блюдами, потому что она очень ароматная, эта жидкость из-под мидии. Она великолепна. Добавляем соус Таратор. Вот, пожалуйста. Теперь нужно как следует все перемешать мидий с соусом, чтобы, когда вы будете есть мидии, в них внутри был соус. Еще чуть-чуть оливкового масла. И снова перемешиваю. Соусом должно пропитаться все блюдо. Теперь необходимо выложить на блюдо. А тут отличная горка мидий. Мне всегда нравится. Когда получается целая горка. Это выглядит роскошно. Итак, у нас красивое большое блюдо мидий, а вы смотрите свежие и быстрые. Мидий, грецкий орех, чеснок, хлебные крошки, лимонный сок, петрушка, соль, перец, оливковое масло. У древних римлян был обычай осыпать грецкими орехами молодоженов, так как эти орехи были символом плодородия. Теперь я приготовлю блюдо из кальмара. Для него нужно обжарить кальмара с большим количеством приправ, а также с луком, чесноком и оливковым маслом. На сковородке я также обжарю хлебные крошки, чтобы улучшить текстуру моего блюда. Сковородка должна быть раскалена. И только потом я добавлю лук. Вот, чеснок. Испанский лук. И в самом начале немного морской соли, чтобы вытянуть из лука и чеснока замечательный аромат. Теперь я оставлю их немного потомиться. А пока я подготовлю кальмаров. Они уже почищены, и их можно купить такими или почистить самостоятельно. А теперь я их нарежу. Во многих европейских языках блюда из кальмара называются итальянским словом каламари. Очень часто это кальмар, нарезанный кольцами и обжаренный в итальянском стиле. Существует много видов кальмаров. Бывают совсем маленькие, например, стрелодидный кальмар, обитающий главным образом у берегов Австралии. Можно использовать любой вид, включая, например, каракатицу. А лук и чеснок тем временем дали удивительный аромат. Они уже совсем готовы. Поэтому пора класть кальмары. Я хочу сначала обжарить их с луком и с чесноком. А потом переложить в миску и постепенно добавить остальные ингредиенты. А потом переложить все на блюдо. И, уверяю вас, получится отличная закуска. При желании можно было обжарить все ингредиенты и потом сделать заправку. А кальмары приготовить на барбекю. Тогда текстура блюда была бы совсем другой. А сейчас, пока все готовится, я нарежу помидоры. Я уже очистил их от шкурки, но семена оставил, потому что с ними будет ароматнее. Можно мелко не резать. Теперь немного потушу их с петрушкой, немного соли и поперчу. Сбрасываю в миску. Теперь можно протереть сковородку. Наливаем оливковое масло. И сейчас я снова обжарю хлебные крошки. Они нужны мне для того, чтобы добавить в мое блюдо хрукста. Это будет единственный хрустящий ингредиент этого сочного и нежного блюда. Сильно разогреваю сковородку. Еще немного, видите? И бросаю хлебные крошки. Хочу подрумянить их. Соль, перец, они будут приятно похрустывать. Здесь у меня сваренное вкрутую яйцо, которое придаст дополнительный вкус. Я добавлю его к моему блюду. Брошу его сюда, и они начинают подрумяниваться. Смесь яиц, хлебных крошек и кусочков кальмара даст нам очень приятный вкус. Просто фантастический перец. Как видите, хлебные крошки подрумянились. Добавляем их кальмаром. Немного оливкового масла. Еще немного перца. Выжмем лимонный сок. Очень удобно делать это ложкой. Вот так. Теперь осталось только выложить все на блюдо. Вот такой горочкой. У всего отличная текстура. Есть хрустящие кусочки, прекрасная текстура яйца. Некоторые крошки подсушены, некоторые пропитали соком. И получилось великолепное средиземноморское блюдо из кусочков кальмара и яиц и хрустящих хлебных крошек. Кальмары, испанский лук, чеснок, помидоры, петрушка, хлебные крошки, яйца, лимонный сок, соль, перец, оливковое масло. Если на него нападает хищник, кальмар выпускает в воду чернильное облако, чтобы лучше скрыться. после перерыва отличный стейк с сальсой. Если вы любите мясо, вам понравится. Жареный скумбрии и перепел на гриле. Свежие и быстрые. Нейл Перри. Здесь, в Рокпуле, мы достали отличную говядину на ребра. Я покажу вам, как приготовить прекрасный стейк, отбитый, самый лучший минутный стейк, который вы видели. У нас тут примерно 300 граммов антрикота, отбитого, красивого и тонкого. Я приготовлю его очень быстро. Он покроется корочкой, но останется очень нежным и ароматным. Затем я приготовлю к нему соус сальса из помидоров, испанского лука, оливкового масла и красного винного уксуса и приправлю тертым имбирем и хреном. Получится великолепно. Пока я буду готовить сальсу, я положу мясо на огонь, немного оливкового масла, так как в мясе отличные прослойки жира. Хорошо приправлю солью, чтобы вытянуть аромат. А перец я добавлю попозже, чтобы лучше сохранить аромат свежемолотого перца. Готовить можно на гриле, на барбекю или на сковородке. Как угодно. Он называется минутным, потому что готовится 4-5 минут на одной стороне и 3-4 на другой. Как раз хватит времени, чтобы приготовить сальсу. Первым делом мелко рубим испанский лук. Этого достаточно. И... Так, хватит. Затем делаем то же самое с помидорами. Их можно было очистить от шкурки и семян, но я не буду этого делать. Со шкуркой мне нравится больше. И семена я люблю. Это сочные, спелые помидоры, ароматные. Я не хочу потерять ни капли их чудесного сока. Мясо уже слегка дымится с нижней стороны. Это просто замечательное блюдо барбекю. Если вы любите мясо, то оно подходит лучше всего. Сейчас я приправлю его грубо нарубленной петрушкой. Здесь главное не как нарезано, а вкус и аромат. И немного морской соли. Себе же молотый перец. Посмотрите, то что нужно. Отличная корочка. Жир начал таять. Пахнет великолепно. Я люблю готовить такое мясо. Это фантастика. Вот наша смесь. Мы ее уже приправили, добавив оливкового масла, немного винного уксуса. Получится просто невероятно. Она добавит свежести и хруста к мясу. Замечательно. Что может быть проще? Хорошее масло, хороший уксус, свежие ингредиенты. Главное следить за мясом. Я хочу, чтобы появилась корочка. Я потом сниму, конечно, но красное останется в середине. Тем временем я почищу хрен, стараясь не порезаться. Вы не поверите, насколько он вкуснее того, что продается в банках. Его стоит купить свежим. Осенью это просто. Немного свежего имбиря. Он лучше, чем васаби из баночки, сырой рыбы, свеженатертый хрен. Если нет свежей васаби, выберите его. Только его. Хорошо. Кровь начала выходить из мяса, значит, середина уже прогрелась. Теперь я брошу их сюда. Их можно было бы завернуть в фольгу и положить в теплую духовку. Но пока я закончу, все будет хорошо. Используйте щипцы или просто пальцы. Мы же с вами готовы. Итак, у нас свежая сальса, отличные цвета на мясе и снова все дело в текстуре и аромате. А теперь натрем на мелкой или обычной терке побольше свежего имбиря. А теперь свежий хрен. Побольше. Он придает отличный вкус и удивительный аромат. лимонный сок. Так. А теперь на другой кусочек. Наконец, выжимем лимонный сок. Вот он, отличный минутный стейк. Если вы любите мясо, вам очень понравится это блюдо. антрикот, испанский лук, помидоры, петрушка, красный винный уксус, хрен, имбирь, лимон, соль, перец, оливковое масло. Имея 24 миллиона голов скота, Австралия крупнейший в мире экспортер говядины. Сейчас я приготовлю блюдо из рыбы, которое можно купить во всем мире, из скумбрии. Эти рыбешки практически можно есть сырыми, но я собираюсь пожарить их с чесноком и петрушкой. Здесь у меня оливковое масло, оно должно хорошо разогреться, практически начать дымиться, потому что я хочу, чтобы кожица стала хрустящей. Немного соли, перца. положу их кожей вниз. Сковорода разогрета. Удобнее взять ее с антипригарным покрытием. Пришло время класть рыбу. Она будет готовиться примерно 4 минуты на одной стороне и около одной минуты на другой. Я переверну на вторую сторону, чтобы жар прошел внутрь, потом я приготовлю заправку к рыбе. Здесь у меня все ингредиенты. Я просто добавлю их к рыбе, чтобы усилить аромат. Но главное для меня это свежий морской аромат, который издает эта великолепная скумбрия. Итак, она жарилась около 4 минут. Теперь она будет с хрустящей корочкой. Вот, посмотрите на кожицу. Она великолепна. перевернул. Теперь я ставлю ее примерно на 30 секунд на этой стороне, потому что она уже прогрелась и почти готова. Выложу ее на блюдо и приготовлю заправку. Для этого я возьму оливковое масло, чеснок, петрушку, соль, перец, немного паприки, красного винного уксуса. Можно было бы добавить лимонный сок, но там уже есть перец. А винный уксус придаст рыбе отличный аромат. Теперь нужно полить всем этим рыбу. И у вас получится отличное рыбное блюдо, которому хорошо подойдет зеленый салат и жареная картошка, но главное – это отличная свежая рыба. Скумбрия, чеснок, петрушка, паприка, красный винный уксус, соль, перец, оливковое масло. По-французски скумбрия называется макеро. Это слово также обозначает сутенер. Теперь я приготовлю блюдо из маринованных перепелов. В маринаде у меня испанский лук, чеснок, кинза, петрушка, немного перца, соль, фенхель, семена кориандра. Все это нужно слегка перетереть. Не волнуйтесь о том, насколько тщательно все измельчено. А сейчас я разрежу этих перепелов вдоль, со стороны спины. потом распластаю их прямо ладонью, уберу с шеи. На самом деле мы будем готовить отличного жареного перепела по-деременски. Кладем сюда. Мариновать их можно сколько вам удобно, можно выдержать час или два, а можно сразу начинать готовить. на антипригарную сковородку наливаем оливковое масло. Разогреваем, можно готовить на барбекю и кладем. Я буду жарить его примерно по 4 минуты с каждой стороны. Добавлю сюда еще немного. Он у меня с костями, но есть я его буду, конечно, целиком с костями, поплевываю их, они очень ароматные, потому что я буду подавать их на салате из помидоров. Возьму спелые помидоры, нарежу их на кружки, а вы можете резать, как вам нравится. Готовить нужно расслабленно, с удовольствием, из хороших продуктов, чтобы вам все нравилось. Итак, у нас здесь помидоры, еда на барбекю, перепела, этот маринад потрясающий аромат, немного соли, немного соли, немного соли, молотый перец. Выглядит очень красиво. Можно использовать любое масло и уксус на ваш вкус. Я люблю оливковые первого отжима, хересный уксус, красный винный уксус, а в общем, какой хотите, сидр, лимонный сок, на ваш выбор. Нужно немного сжечь его, но не доводить до черноты. Это нужно, чтобы карамелизовать, потому что это придаст особый аромат и вкус. Хорошо. Выглядит замечательно. Еще пять минут на этой стороне. Потом я сниму сковородку, дам постоять пять минут, чтобы мясо было красивым и розовым. Получится прекрасное блюдо из маринованного перепела. Добавим еще немного маринада. Вот. Немного оливкового масла. Получится вкусный соус. И поперчим. Пахнет превосходно. Пока все это готовится, не забудьте, что можно использовать любое мясо, не только перепелов. Этот маринад подойдет и к говядине, и к куриному мясу, и к морепродуктам. Готовить можно и на барбекю, и на сковороде. Это не важно. Главное, помните, что, готовя мясо, нужно оставить его примерно на половину времени, того, что оно готовилось, чтобы оно дошло. Для птиц времени нужно поменьше. Мясо станет очень нежным, красивым и сочным, идеально готовым к подаче. Вернемся к перепелам. Косте можно было вынуть, но с ними намного вкуснее, потому что они пропитались маринадом и очень ароматные. Еще немного перца. Оливковое масло. И очень вкусно. Любыми блюдами барбекю это свежевыжатый лимонный сок. Он добавляет блюду совершенно особый аромат. Можно взять лайм. У нас получился перепел, которого можно было жарить на сковороде или на барбекю, но главное использовать маринад. Он очень вкусный. Перепел, семена кориандра, чеснок, испанский лук, паприка, петрушка, кинза, помидоры, красный винный уксус, лимон плюс лимонный сок, соль, перец, оливковое масло. Помидоры родом из Южной Америки. Слово томат происходит от ацтекского томатль, то есть круглый фрукт. В следующем выпуске свежие и быстрые яйцо пашот с йогуртом и сжженым маслом шалфея. Просто фантастика. И что мне нравится в турецкой кухне, очень просто, свежий и ароматный продукт. Жареная рыба с пастой тахини и салат фатуш. Ведущие Нейл Перри, композитор Энди Сидари, продюсер и режиссер Майкл Робинсон. Фильм озвучен по заказу ЗАО Первый канал Всемирная сеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова